Вести Карачаева Черкесия 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 Планируем охватить, я думаю, чуть больше 12 тысяч детей в этом году. Министерство образования и науки Карачаева Черкесия по приказам об обеспечении комплексной безопасности в школьных лагерях дневного пребывания в целях обеспечения этой безопасности начальника муниципальных органов управления образованием предписывает создать условия для безопасности жизни и здоровья детей. До 29 апреля в школьных лагерях у нас будут проведены все мероприятия по устранению тех предписаний, которые выдвинули контрольные надзорные органы. Девятого мая бессмертный полк вновь пройдет по городам и селам Карачаева Черкесии, как и по всей России. Два года из-за сложной эпидемиологической ситуации акция проводилась онлайн. Теперь в этом году есть возможность принять живое участие в патриотическом движении. Это не просто шествие с портретами и именами. Это всенародная акция, объединяющая миллионы человек в желании сохранить и передать историю о великом подвиге советского солдата. Каждый желающий может встать в ряды бессмертного полка в память о родных, всех тех, кто защищал мир и не жалел жизни для того, чтобы у нас было ясное небо над головой, светлое будущее и свобода. Тех, кто победил кровавый фашизм и отстоял родную землю. В Черкесске шествие пройдет по центральной улице Ленина. Стартует акция в 13 часов на пересечении улиц Умара-Лениева-Ленина. А в настоящее время многие субъекты России захватила очередная волна фейков, изрядно взбудораживших население. На этот раз через социальные сети активно передается новость о начинающейся вспышке холеры, о перепрофилировании в этой связи инфекционных стационаров и усилении мониторинга со стороны Роспотребнадзора. Информацию опровергло Региональное управление Роспотребнадзора. Ведомство подтверждает, что новости о распространении холеры являются фейком. Напомним, холера входит в группу особо опасных инфекций и представляет серьезную угрозу жизни людей, хотя и эффективно лечится. Это острое диарейное заболевание, которое очень быстро может привести к обезвоживанию организма и гибели. Холерой можно заразиться через сырую воду, загрязненную возбудителем инфекции, продукты и контакты с больными. Источник инфекции только человек, больной и носитель. Механизм передачи водный, пищевой и контакт на бытовой путь. Основной способ передачи водный, вторым по значимости является пищевой путь через мясо, морепродукты, молоко, овощи и фрукты, не подвергшиеся адекватной термической обработке. Человек, находящийся в одном помещении с другими людьми, напрямую не может их заразить. Опасны только выделения больного. С 1 мая текущего года вступил в силу закон о запрете списывания социальных выплат за долги по кредитам. Теперь без письменного разрешения гражданина с банковских счетов не могут списать единовременные выплаты и периодические социальные пособия в счет погашения кредита. Даже если заемщик в договоре подтвердил согласие на списание средств, он сможет в течение 14 дней обратиться в банк и вернуть социальные выплаты. Они должны быть перечислены ему в течение трех рабочих дней. Единовременные выплаты, которые поступили на счет с 1 января 2021 года по 30 апреля текущего года включительно и списаны по кредитам и займам, можно вернуть из банка по заявлению. К кредитору нужно обратиться до 1 июля текущего года. 2022 год объявлен главой Карачао-Черкеси годом людей с ограниченными возможностями здоровья. И в целях исполнения указа Рашида Тимрезова региональным правительством разработан и утвержден социальный план мероприятий, куда по инициативе органов исполнительной власти и общественных организаций включены как социально значимые, так и культурно-массовые и даже особые спортивные мероприятия для инвалидов, рассказывает заместитель министра труда и социального развития Республики Мадина Шаева. Это открытие нового здания дома-интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов, это открытие стационарного реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья, создание и открытие пунктов проката технических средств реабилитации, это создание школы по уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидов, за тяжело больными гражданами, также обсуждается вопрос создания службы социальной такси. Мы будем продолжать, и об этом мы не раз говорили, реализацию социального проекта «Помощь онлайн» и проекта «Домашний микрореабилитационный центр». Также запланировано открытие учебно-тренировочных комнат для людей с особенностями здоровья, где будут обучать элементарным бытовым навыкам. Проведение межрегионального фестиваля планируется в этом году с участием представителей соседних субъектов. Также планируем пригласить театр мимики и жеста. Уже совсем скоро постояльцы дома-интерната общего типа для престарелых и инвалидов в Черкесске переедут в новое здание. Оно построено по соседству со старым, но является абсолютно современным и качественно оборудованным корпусом, рассказывает исполняющая обязанности директора дома-интерната Ольга Прыгунова. Все условия предусмотрены для проживания и мобильных граждан, и немобильных граждан. Ну, что нужно отметить? Здание это рассчитано на 80 жильцов. Сегодня у нас 52 жильца. Но вместе с тем мы понимаем, что, к сожалению, бывают такие ситуации, когда приходится определять пожилого человека в дом-интернат. И, естественно, это уже с учетом нового здания, это уже есть резервные места, какая-то перспектива. У нас на сегодняшний день проживающих 52 человека, из них 25 мужчин и 27 женщин. Среди них у нас лежачих 11 человек, 3 колясочника и маломобильных 18 человек. Есть у нас вдова ветерана Великой Отечественной войны, есть у нас трое дружеников тыла. Поэтому у нас очень уважаемые, заслуженные люди, которые абсолютно заслуживают внимания, заботы и ухода. У тех, кто отметил 80-летний юбилей, удваивается фиксированная выплата к пенсии. Повышение было предусмотрено федеральным законом о страховых пенсиях. Информацию комментирует руководитель пресс-службы отделения пенсионного фонда республики Анна Шаганова. В Корчаво-Черкесии проживает более 12 тысяч пенсионеров, перешагнувших 80-летний рубеж. При достижении этого возраста пенсионерам в беззаявительном порядке производится увеличение фиксированной части страховой пенсии по старости. Напомним, для лиц, являющихся получателем страховой пенсии по старости, достигшим возраста 80 лет, федеральным законом о страховых пенсиях предусмотрено повышение, размер которого составляет 100% размера фиксированной выплаты. С 1 января 2022 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 6 564 рубля 31 копейка. Есть исключение. Инвалидам первой группы повышение фиксированной выплаты устанавливается до 80 лет при установлении факта инвалидности и позже уже не пересчитывается. Важный момент. При достижении возраста 80 лет обращаться за указанным перерасчетом не нужно. Кроме того, неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 80-летним гражданином, предусмотрена ежемесячная компенсационная выплата в размере 1200 рублей. На базе центра «Мой бизнес» по-прежнему продолжает работу горячая линия, куда может обратиться любой предприниматель и получить консультации, разъяснения и оформить необходимую заявку для фактического получения действующих мер поддержки. Подробности у начальника центра поддержки предпринимательства Елены Чернеевой. Министерство экономического развития Карачаева Черкесской Республики совместно с Центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес КЧР» запустили горячую линию для предпринимателей, столкнувшихся с проблемами в новых условиях ведения бизнеса. Предприниматели могут задать вопросы о принятых и принимаемых мерах государственной поддержки, призванных помочь бизнесу при возникших форс-мажорных обстоятельствах, а также сообщить о проверках контроля надзорных органов. Задача горячей линии – предоставить информацию, помочь и разъяснить предпринимателям их права. Также для предпринимателей Карачаева Черкесии открыты двери центра «Мой бизнес» по адресу город Черкесск, улица Ленина, дом 53, где специалисты центра окажут содействие по всем мерам поддержки. Контакты горячей линии 8 800 201 32 99. Звонок бесплатный. Режим работы центра – будни с 9.00 до 18.00. Госуслуги доступны и несовершеннолетним гражданам. Это касается подростков старше 14 лет, которые смогут пользоваться сервисами через личную учетную запись. В частности, доступна возможность зайти в электронный дневник или получить информацию о поступлении в учебные заведения, рассказывает заместитель министра цифрового развития Карачаева Черкесии Андрей Грибки. Портал госуслуг и система государственных услуг в первую очередь направлены для получения тех или иных государственных муниципальных услуг в электронном виде населения. Соответственно, это расширение, это возможность регистрации детей на портале госуслуг. Это в первую очередь сделано для того, чтобы они могли также полноправно пользоваться теми услугами, которые для них есть. В настоящее время регистрация детей до 18 лет заключается в двух этапах. Это до 14 лет упрощенный аккаунт. Упрощенный аккаунт подразумевает, что учетная запись ребенка до 14 лет полностью подконтрольна родителям. То есть он ее заводит, он ее модерирует условно, он за ней следит. С 14 лет до 18 лет это уже появляется возможность самостоятельной регистрации. С чем это связано? Ну, в первую очередь, в 14 лет ребенок получает свой первый официальный документ, это паспорт. Вместе с получением паспорта он также получает иные документы, такие, например, как ИНН, как СНИЛ, с которыми он, может быть, и ранее получил, но они теперь становятся активными, и ими можно пользоваться. Карачаево-Черкетия приняла участие во Всероссийской конференции инфраструктуры развития экспорта. Регион представил руководитель Центра поддержки экспорта Республики Рамазан Курджиев. В рамках конференции проведено более 10 мастер-классов и мозговых штурмов, которые могут повысить эффективность системы поддержки экспорта в субъектах. Участники мероприятия прошли тестирование на знания нормативно-правовой базы и разработали решения по эффективному поиску партнеров за рубежом, которые будут внедряться уже весной этого года. Участники мероприятия прошли тестирование на знания нормативно-правовой базы и разработали решения по эффективному поиску партнеров за рубежом, которые будут внедряться уже в этом году. Состоялась и стратегическая сессия по мотивации сотрудников для руководителей Центров поддержки экспорта. Ее провела Екатерина Пашнина, эксперт по развитию команд, фасилитатор стратсессии, ведущий программ оценки и развития soft skills. Эти знания помогут руководителям Центров поддержки экспорта эффективнее выстраивать работу в коллективе, обучать штаты и таким образом улучшать работу с экспортерами. Результаты конференции помогут Российскому экспортному центру внести корректировки в нормативно-правовую базу и в структурную работу центра, которые позволят ЦПЭ улучшать свою работу и повышать экспортную активность в регионе. Архысская сосна снова борется за звание Российское дерево года. Проголосовать за 200-летнее дерево можно на сайте Всероссийской программы «Деревья. Памятники живой природы» с 1 мая по 1 августа. Сосна обыкновенная, высотой 30 метров, растет на поляне Таулу в окрестностях села Архыс. Конкуренцию ему составляют 60 деревьев из различных регионов страны. Все деревья участники занесены в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Номер Архысской сосны на сайте для голосования – 22. 9 мая в Карачаево-Черкесии пройдут конно-спортивные соревнования на приз главы республики. Вчера в Доме правительства прошло итоговое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению конно-спортивных состязаний в честь празднования Дня Победы и Столетия Республики. В настоящее время на территории ипподрома ведутся работы по подготовке дорожек для проведения состязаний, а также работы по организации торговых точек и детских аттракционов. Напомним, скачки пройдут 9 мая на республиканском ипподроме с 13 часов при благоприятных погодных условиях. Уже зарегистрировано более 30 участников. И последняя информация. Команда республики в эти дни принимает участие во всероссийском этапе соревнований школьных спортивных клубов, который проходит на базе Всероссийского детского центра «Смена». Из числа 57 команд со всей России наши девочки, учащиеся гимназии номер 5 «Черкеска», заняли второе место в состязаниях по баскетболу, а команда мальчиков заняла третье место. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии облачная погода, дождь в отдельных районах сильный, в горах со снегом, местами туман, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, днем при порывах до 11-14 метров. Температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла, в горах от 0 до плюс 5 и выше 2,5 тысяч метров, сохраняется лавина опасность. В Черкесии дождь, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, днем при порывах до 11-14 метров, столбик термометра поднимется до 9 градусов выше 0. На этом информационный выпуск завершен. Его провела Рита Нерова. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин